С чего начинается новое утро у Аткинсов? Для начала нужно принести дров, наколоть их и растопить печь, чтобы здесь было тепло. Следующий этап – натаскать снег, чтобы была техническая вода. И лишь затем уже можно радоваться новому дню. И так каждый раз, без перерывов, праздников и выходных. Чтобы хоть как-то обеспечить себя всем тем, к чему горожане уже не только привыкли, но и принимают как должное, жители этого поселка трудятся не переставая. Сложно, конечно, но перезимовали. Вода вроде как есть, уголь, а вот насчет бензина – это все покупаем за свои деньги. Обходится очень дорого. Экономить не получается, потому что два котла связаны между собой, стоит насос, и его надо круглосуточно гонять. Поэтому ничего не получается сэкономить. Сутками у нас работает этот насос и свет постоянно. Все покупаем на заправке топлива, привозим за свои деньги. И это все происходит в официально незакрытом населенном пункте. По словам Аткинсов, раз его не ликвидировали, значит их дом, в котором они все скучковались, не имели права отрезать от тепла, света и воды. Отключив электроэнергию и все эти наши, как сказать, блага, администрация тогда теперь обязаны, они просто обязаны по закону нам поставлять услуги. В услуги входят отопление дома, квартиры, электроэнергия, чтобы у нас электроэнергия, свет был все 24 часа, канализация и вода с крана. Вот такой минимум. Вместо этого минимума привозная питьевая вода, уголь для обогрева и диска для электричества. Вот что предложили им районные власти. Нам выписывают уголь и требуют за уголь оплату, конкретно за уголь, за стоимость единицы тонны угля. Воду нам привозят, счет пока нам не выставляют за воду, а электроэнергию, с электроэнергией для меня лично посложнее, потому что я могу себе позволить быть со светом всего 5 часов в сутки. Потому что бензин мы покупаем за свои личные деньги на заправке, вот, и я себе могу включить на 5 часов. Магазина, конечно же, в поселке уже давно нет. Что касается продуктов, помогают отшельникам всем миром. Просим. Тут и знакомые приезжают, и мимо проезжают. Никто не отказывает, еще и сами звонят, что привезти. И вот Наталья Павловна, когда родственники едут, тоже все привозят. Так что у нас нет недостатка в продуктах. И лекарства также, и продукты. Только вот то, что действительно как хранить, сейчас уже тепло. Вот это беда будет. Наталья Шевчук проживает здесь с мужем, инвалидом второй группы. Сказать, что ей тяжело ухаживать за больным в таких условиях, не сказать ничего. Привезла его в эту квартиру, и я понимаю, что я его... Он в опасности, понимаете? В каждый момент. Ну, то есть, ну, я, прежде чем сюда приехать, я позвонила Хващевскому, что воды-то у меня нет. Запасов никаких нет. Ну, я схожу за питьевой водой. Только я теперь хожу не на речку, она замерзла. А мой, в общем, маршрут удлинился. Это теперь 400 метров туда-сюда. Есть там такой родник. Ну, за водой я схожу, за питьевой. А вот чтобы все отмыть, допустим, и стирать, и отмывать пол, ну, это только снег. А снег уже, кажется, знават. И воду никто не привез. Обещали, но не привезли. У Татьяны Ивановны, может, есть запасы? У меня нет. Я второй день ношу снег, и у меня уже ноги едва меня держат. Ну, не тот возраст и не то состояние, потому что главное, это я на Валерии Павловича. Все мое внимание, я должна его отвезти, там, помочь ему, накормить. То есть сил у меня уже не хватает, батарейки уже заканчиваются. Этим людям предлагают переехать в ближайший населенный пункт. Однако такая перспектива их особо не радует. Только единое, что нам было дано, это только переехать на палатку. Но на палатку, если бы мы хотели, мы и сами давно бы переехали. Но не было, вот у нас, ни у кого, в моей семье, желания не было на палатку переезжать. Почему же кто-то должен был решать за меня? Мне нравится поселок, потому что прожили всю жизнь здесь, привыкли. А там сидеть в четырех стенах, здесь все равно и природа, и тепличка, и есть чем заниматься. А там сидеть в четырех стенах, как сейчас большинство и говорят. Гулять по поселку тоже это мало радости. Не каждый хочет так жизнь проводить. Оставшихся здесь выживать пытались и выселить. Но они отстояли свои права и считают, что все сделали правильно. КУМИ на нас подавала в суд о выселении с квартир муниципальных. Значит, мы нанимали адвоката-представителя, и комитету по имуществу пришлось отозвать свой иск. Я считаю, что это маленькая, но наша победа. Ни в какую не желают они покидать родные пенаты. Хотят, чтобы, как в других малонаселенных селах и поселках, им помогли обустроиться на месте, без всяких переселений. И решаются же везде вопросы, и с балаганом, ну пусть там, конечно, больше людей. Ну и что? Если бы это все раньше было, и у нас бы не все уехали. Многие уехали с нежеланием, как бы там ни было. Вот, и мы бы здесь жили так же. Там же хотят домики построить, пусть нам построят, значит. Мы будем жить. Люди совершенно к нам никакого отношения не имеют, но везде вопрос. А чего вы не уедете? А почему я должна уехать? Это вот, это родной дом моего мужа. Здесь есть частный сектор его родителей, значит, там, на санаторной 10. Он здесь родился. Вот. И у нас, мы же жили. Это была наша жизнь. Мы вырастили четверых наших детей. Здесь родились наши внуки. На свои проблемы они очень хотят обратить внимание региональных властей, губернатора в первую очередь. Но, Сергей Константинович, хотелось бы все-таки, чтобы вы к нам приехали, посмотрели. И я не считаю, что на нашем поселке надо ставить крест. Потому что Атка находится на таком перекрестке, что наш поселок нужен всей трассе. Хоть особенно той трассе, федеральная трасса – это одно, а вы не забывайте, пожалуйста, трасса, которая от ноля идет нам в Сукчан. Вот той трассе-то мы вообще очень нужны. Почему задаются вопросом аткинцы многие маленькие села в области поддерживают? И даже те, до которых на машине не доедешь, удаленные от областного центра настолько, что добраться туда можно только на вертолете. Там даже собираются что-то строить, как, например, в Ямске и Тахтоямске. А поселок, расположенный вдоль федеральной трассы Колыма, где всегда останавливались дальнобойщики, жители которого не раз спасали попавших в беду трассовиков, и который, кажется, просто необходим для обеспечения безопасности путешественников, стал никому не нужен? Анна Корнетова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу.